В эфире РБК Омск новости в студии Анастасии Кишмирешкина. Сегодня в выпуске. Удар по экологии. Чем может быть опасен для горожан пожар на Омском нефтезаводе? Слабые места СКК имени Блинова. Почему спорткомплекс не прошел повторную проверку МЧС? Мечты останутся мечтами. Поможет ли новый генплан решить проблемы бизнеса? Как один день. Амичи отметили 50-летний юбилей совместной жизни. Экология Омска снова под угрозой. Амичи опасаются, что пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе может обернуться настоящей проблемой для здоровья горожан. Возгорание произошло вечером 4 декабря. Огонь на территории 150 квадратных метров тушили 63 сотрудника МЧС на 15 машинах. Как сообщают спасатели, возгорание произошло в части НПЗ, расположенной на проспекте Губкино. Пожару сразу присвоили третий номер сложности. Как выяснилось, позже загорелась емкость с бутиленом. Специалисты уверяют, это вещество наркотик, который раздражает верхние дыхательные пути. При этом класс опасности бутилена четвертый. Однако в пресс-службе завода МЧС успокаивают. Незначительное возгорание, выведенное в ремонт резервуарной емкости, ликвидировано в 16.49 по местному времени. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Происшествие не повлияет на производственную программу завода. За состоянием атмосферы следит передвижная лаборатория завода. Однако у омских экологов на этот счет мнение другое. На ОНПЗ говорят о безопасности и немасштабности пожара. Однако экологические лаборатории на место уже привлечены. О том, какие данные выявил анализ, пока неизвестно. Впрочем, экологи уверяют, необходима дополнительная независимая экспертиза. Мне кажется, что несмотря на то, что если завод заявляет, что там ничего опасного не было, и вообще ничего не было, я бы, конечно, предпочел, чтобы какая-то независимая экспертиза или какой-то независимый набор людей могли бы познакомиться с данными и потом вынести свой вердикт. Я считаю, что не нужно доверять в данном конкретном случае стопроцентно не беззаводу. Надо независимых экспертов привлечь. Огонь не щадит и многострадальный кинотеатр «Сатурн». Даже после того, как бывшие культурные центры заложили кирпичами, он продолжает притягивать неприятности. Однако это никак не мешает администрации города попытаться сдать его в концессию. Как сообщают коммерческие вести, Омская мэрия передавала в Горсовет на утверждение перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения на 2020 год. В список включены 7 объектов образования, культуры и спорта. Все они находятся в неудовлетворительном состоянии, уже долгое время не используются. Самые крупные объекты в списке – кинотеатр «Сатурн» и дом культуры имени Козицкого. Говоря о последнем, в восстановлении нуждается почти 5000 квадратных метров. По предварительным подсчетам, реконструкция этого объекта обойдется консессионеру в 200 миллионов рублей. Такая же сумма нужна и на восстановление единственного кинотеатра в Амбузском поселке. А вот спортивно-концертный комплекс имени Блинова тоже нуждается в деньгах. Их нужно вложить в безопасность. Информационное агентство «Собиромск» сообщает, что спорткомплекс не успел в срок устранить все нарушения, которые обнаружили сотрудники МЧС осенью прошлого года. На этот момент здания осталось больше 50 слабых мест и сотни обнаруженных ранее. Последняя крупная проверка Федерального государственного пожарного надзора была осенью прошлого года. Проверяющие выяснили, что система пожаротушения фактически бесполезна и не соответствует современным стандартам безопасности. Здание спортивно-концертного комплекса до сих пор не оборудована системой оповещения людей о возгорании и управлении эвакуацией. В концертный зал на 800 человек должен иметь автоматическую систему пожаротушения и дымоудаления, но такой защиты нет. Также есть нарекания у проверяющих к электропроводке, которая выполнена из неогнестойких материалов. Ее нужно будет заменить. Пожарных выходов из зала ледовой арены тоже нет. Кроме того, сотрудникам МЧС не показали даже проект будущей модернизации комплекса. Руководство его не подготовило. Теперь надзорные органы выписали спортивно-концертному комплексу предписание устранить нарушение до 1 октября 2020 года. Иначе здание будет закрыто. Новый генплан от красных линий бизнес не спасет. Такое заявление сделали чиновники из городской администрации. Речь идет об условной границе, которая определяет территории общего пользования, на которых местные власти планируют в будущем построить социально значимые объекты, например, дороги, мосты или метро, а частных участков. Иногда этой границей оказываются дома и офисы, а собственники зачастую знают об этом уже постфактум. После покупки недвижимости в итоге предприниматели не могут не застраивать свои земли, не реконструировать или расширять постройки, а поэтому лишаются возможности развиваться и привлекать инвестиции. И в такой ситуации оказались, например, владельцы зданий на территории запланированных под строительство метрополитена. Ситуацию не меняет даже тот факт, что подземки в Омске – это уже официальное решение, не будет. Чиновники объясняют, сделать ничего не могут на бумаге эти земли общего пользования. И не факт, что в будущем они городу не понадобятся. После принятия нового генплана, возможно, что-то и изменится, но вряд ли эти новшества будут глобальными. Это территория общего пользования, то есть это перспектива развития уличной дорожной сети. Когда она придет, все зависит от финансирования, правильно, от планов. Но мы не должны забывать, в основном, о перспективе развития всего города. То есть мы можем крест просто поставить и сказать, стройте везде, у нас не будет перспективных дорог. Все, и точку поставили. То есть здесь, понимаете, на сегодняшний момент и законодатель говорит, все, что у тебя есть, пожалуйста, никто тебе не препятствует использовать свою недвижимость. Приведить-то ремонт определенный. То есть препятствий-то нет. Презентовать мечам новый генплан обещают уже в феврале следующего года. Компания-разработчик обещает. Несмотря на ограничения, например, по тем же красным линиям, постараются учесть мнение горожан. По словам чиновников, документ определит стратегию развития Омска на ближайшие 20 лет. Подробности пока не сообщают, но рассказывают, что изменения будут значительными. Среди нововведений в городе расширят дороги с 12 до 15 метров. Таковы требования федеральных стандартов. Но самые глобальные изменения произошли бы в Омске, если бы решился вопрос с новым аэропортом. Однако пока его строительство официально не начнет, в генплан его вносить нельзя. Есть схема транспорта, схема развития транспортной инфраструктуры Российской Федерации. В этой схеме на сегодня существует аэропорт Омск-Центральный. Аэропорта Омск-Федоровка на сегодня в этой схеме нет. Если в течение разработки проекта в схеме транспорта Российской Федерации появится аэропорт Федоровка, значит это решение будет учтено в генеральном плане. Если аэропорт Омск-Федоровка не появится в схеме транспорта Российской Федерации, значит мы будем делать генеральный план с учетом того, что аэропорта Федоровка нет. И к другим темам. Спасение или наказание. Что нам готовит новый закон о защите животных? С 1 января всех бездомных когда-то отловленных животных из городских приютов и спецприемников будут отпускать на вольные хлеба. Однако перед этим бирковать. Клипсовухи будет означать, что животное привито и стерилизовано. Впрочем, горожане опасаются, что этот пункт в новом законе может вернуться для жителей настоящей проблемой, а для животных и вовсе голодной и холодной смертью. Кто выделит деньги на бирки для отловленных животных? Как новый закон изменить жизнь спецприемников? И почему об омском спецавтохозяйстве по-прежнему ходят страшные истории? Об этом мы поговорили с директором омского спецавтохозяйства Евгением Вольфом. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. До конца недели в омских дворах городская администрация организует заливку почти 80 хоккейных площадок. Работы проводятся в рамках развития хоккея по месту жительства. Еще три десятка катков откроются на территории школ. Свежий лед во дворе на улице Крыловская уже ценила команда «Ледовые медведи», а также мой коллега Дмитрий Панков. Команда «Ледовые медведи» обкатывает свежий лед во дворе на улице Крыловская. Все устраивает. Здесь уже тренируется юный спортсмен Алексей Шевченко, который в последнем своем матче забил четыре шайбы, благодаря чему его команда заняла третье место в турнире. Вообще был счет 2-3, и мы начали играть, и у нас пока не получалось, но потом начали забивать. Пока был счет 3-3, потом буллиты, и когда я бил, я забил один из шести буллитов, и мы победили счетом 1-0. В течение лета городские службы ремонтировали коробки, проводили свет, и на сегодня в Омских дворах готовы 77 ледовых площадок, где можно свободно поиграть в хоккей или покататься на коньках. Еще 31 каток обустроен на территории школ. Заливка пока продолжается. Специально для этого администрация Омска наняла работников. Предусмотрены выплаты работникам, которые уже трудоустроены в спортивный город, бюджетное учреждение города Омска, и которые будут выполнять через период сезона именно работы по заливке и очистке от снега на хоккейных площадках, которые расположены именно на придомовых территориях. Толщина снега маленькая, естественно, как бы еще не все работы на всех хоккейных площадках выполнены. Но в дальнейшем, скажем так, эти работы будут завершены до 10 декабря планируется. Сезон дворового хоккея открыли в начале ноября. Заявилось почти 30 команд, более шести сотен детей и подростков. Практически каждую субботу и каждое воскресенье ребята будут встречаться. Это и городской турнир «Золотая шайба», и традиционные уже турниры памяти Александра Вьюхина, и турниры на призы глав, турнир большой, который идет уже тоже 4 года у нас на призы высоких технологий. То есть турниров много, они с хорошей цикличностью, то есть заканчиваем мы тогда, когда тает лед. Также запланирован турнир «Омские орлята» и матчи за кубок мэра Омска. Команды, которые покажут лучший результат, поедут в Йошкар-Алу и Пермь. Весной 2020 года там сразятся лучшие ледовые дружины со всей страны. Сто лет на двоих золотую свадьбу в Омске празднуют супруги Петровы. Валерия и Надежда поженились, когда им исполнилось по 20, ровно 50 лет назад. Впрочем, тот счастливый день остался в памяти каждого, как будто это было вчера. И сегодня, в день свадьбы, юбиляры готовы вновь признаться друг другу в любви. В чем секрет счастливой семейной жизни, узнала Дарья Тюменцева. Лимузин, белое платье, прическа с диадемой. О такой настоящей свадьбе мечтает чуть ли не каждая влюбленная женщина Надежде Петровой. Повезло, она идет под венец с любимым человеком уже второй раз. Сегодня Валерия и Надежда Петровы празднуют золотую свадьбу. Отлично у нас. С первого дня и до сегодняшнего дня мы всегда вместе не расходились, не разбегались. Нет, эти 50 лет наших очень хорошо. И мы любим друг друга. Да. Это была любовь с первого взгляда, вспоминает первую встречу с будущей женой Валерий Петров. В 1969 году он работал заведующим клубом в совхозе села Жданово Красноярского края. А Надежду после окончания сельскохозяйственного техникума перевели туда по распределению. Увидев ее синие глаза, признается Валерий, больше не смог забыть. Помню ее глаза, когда мы встретились на крыльце отделения правления совхоза. И вот все-таки тогда они были такие синие, ярче вырежно, синие глаза и так далее. Мне кажется, закрою глаза и вот эти глаза я вижу. Так по жизни мы и идем. Он смотрит на меня с эти глаза. Спустя буквально полгода после знакомства влюбленные поженились. Комсомольскую свадьбу праздновали всем селом. Вскоре появился первый ребенок, сына. Глава семьи отправился служить в армию. Когда вернулся, перевез семью в Омск. Здесь родилась дочь. Сейчас Чита Петровых помимо двоих детей воспитывает четырех внуков. Восемь месяцев назад супруги стали осваивать новый статус прабабушки и прадедушки. У них появился первый правнук, которого назвали в честь прадеда Валерой. Пример мамы и папы вдохновляет. Признается старший сын Петровых Андрей. Свою семью он решил строить по модели родителей. И пока не сходит с пути в счастливом браке с женой Еленой. И они уже 30 лет. Чему они учат? Любви, любовь, доброта. А самое главное, знаете, забота о близких. Вот редко встретишь таких людей, которые любую минуту придут на помощь. Постоянное участие в жизни детей. И вот так вот постоянно быть рядом всегда и в каждую минуту прийти на помощь, ну это очень большая редкость. Секрет счастливой семейной жизни в доверии и взаимопонимании делятся золотые юбиляры. Мягкий характер надежды позволяет идти на уступки, а Валерий не забывает напоминать жене о своих чувствах, признаваться в любви и делать комплименты. Причем восхищаются друг другом супруги искренне, уверены, без нежных чувств сами по себе слова не имеют цены. Сказать друг другу заветное «да» в ЗАГСе Надежда и Валерий не побоялись и второй раз, но уже спустя 50 лет. Повторить решились и традицию бракосочетания, и вновь обменяться кольцами. Валерий Петров в столь трогательный момент не скрывает эмоции и даже через полвека продолжает благодарить жену за прожитые годы. А теперь поздравить друг друга золотые поцелуем. Сюрприз, торжественную регистрацию золотой свадьбы супругом Петровым подготовили дети. Теперь юбиляры планируют ответить, дожить уже до 50-летней годовщины детей, чтобы устроить настоящий праздник, а заодно и отметить свою благодатную свадьбу 70 лет совместной жизни. И в завершении выпуска к новостям культуры. Подготовка к дельфийским играм в Омске теперь пойдет как по нотам. Во всех школах искусств региона появится современная фортепиано. В рамках нацпроекта «Культура» к концу года учебные заведения региона получат 50 новых инструментов. Первые музыкальные подарки доставили в детскую школу искусств имени Цыганкова и школу искусств имени Янкелевича, которая, кстати, в этом году отмечает 100-летний юбилей. Мария Васькова расскажет подробнее. Знаменитый этюд Медельсона на этом музыкальном инструменте воспитанница детской школы искусств имени Янкелевича Софья Блинова исполняет впервые. Звук глубокий, насыщенный, богатый, словно это и не фортепиано. Вовсе настоящий рояль делится впечатлениями юная пианистка. Фортепиано передает все чувства, которые можно передать. Это фортепиано передает очень яркие краски и по звучанию напоминает рояль. Уникальная фортепиано детской школы искусств имени Янкелевича получила одной из первых в Омске, что особенно символично накануне своего 100-летнего юбилея. Подарок приехал прямиком из города Тула, его выпустила знаменитая фабрика «Тульская гармонь». Музыкальные инструменты там собирают уже больше полувека. Стоимость одного фортепиано почти 400 тысяч рублей. Раньше о таких инструментах, признается директор Татьяна Гадельшина, приходилось только мечтать. Дорогой в прямом переносном смысле подарок в школе появился накануне Нового года в рамках национального проекта «Культура». На самом деле это исторический момент, что сейчас вот этот национальный проект «Культура» действительно взялись за обеспечение детских школ искусств. На самом деле очень долгие годы мы этого ждали. Сейчас я очень рада, что детские школы искусств объявили национальным достоянием России. Но это на самом деле так, потому что наше образование, оно уникальное, совершенно уникальное во всем мире. И это признано сейчас на уровне правительства Российской Федерации. Второе такое же фортепиано подарили детской школе искусств имени Цыганкова. Для воспитанников всего коллектива это настоящее событие. Большинство музыкальных инструментов здесь звучат уже несколько десятков лет. Они уже и морально, и технически устарели. Если вы заметили, он еще открыт. Это потому что он для нас как маленький ребенок, как вновь появившийся член нашей семьи. И он еще должен привыкнуть к нам, и мы к нему. Он должен согреться, потом должны его настроить. И потом только начнем уже играть. Думаю, что это будет счастье для многих детей в школе. Но главное, новые инструменты открывают перед юными музыкантами новые возможности, считает преподаватель Татьяна Бакланова. Может быть, кому-то из пианистов именно это фортепиано поможет выиграть дельфийские игры. Школа искусств имени Цыганкова, кстати, станет одной из площадок для самых престижных для музыкантов творческих состязаний. Они пройдут в Омске уже следующей весной. Ребятишки на примере этого инструмента узнали возможности другие, которые бывают у любого пианино. Вот, допустим, средняя педаль. Послушайте, как звучит интересно на вот этой педальке. Пока в Омск доставили два новых фортепиано, но это только начало. Такие же музыкальные подарки получат другие школы искусств региона к Новому году. А уже к 2024-му в рамках нацпроекта «Культура» рассказывают об областном правительстве, планируют обновить все музыкальные инструменты в 69 школах искусств. Уже известно, что в 2020 году, например, на эти цели из федерального и областного бюджетов выделят 57 миллионов рублей. Это все новости на сегодня. В студии была Анастасия Кишмирешкина. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин